Хорошо живется Петя Петуху. Еще бы в большом семействе он такой один. И Петя это знает. Куры у него ходят по струнке. По одной жердочке ходят, на другую не заглядывают. Красивый, статный, с шикарным жабо, да еще и джентльмен. Курица утром всегда будет. Как говорится, по утрам только связь ключишки, он начинает песни петь, поет курочки, разбуждается. Когда корм принесешь, он первый не подходит к кормушке. Ну как, подходит и кудахчет, зовет их кушать. Они кушают, а он глядит на них все время, как они кушают. Когда курицы наедятся, потом уже сам кушает. Без главы семейства в этой стае часто возникали раздоры. Петр положил конец куриным склокам. Устраивать петушинные бои не в характере Петра. Вспыльчивость и воинственность не его конек. Петька настоящий семьянин, спокойный и ответственный. На соседа коз не буянит, кур бережет и хозяев уважает. Боевые петухи есть, но наш не боевой, наш, как говорится, не драчун. Он спокойный, ласковый, нежный петух, никого не обижает. А еще Петя настоящий оракул и умеет предсказывать погоду. Например, если он внезапно забрался на возвышенность, стоит ожидать осадков, а длительное сидение Петра и его многочисленных жен на насесте к морозам. Говорят, если клюнет символ года, плохая примета. Но мы в плохие приметы не верим и решили спросить у Пети и его семейства, что ждет заводчан в будущем году. По тарелкам разложили рафинад, монету и обычное зерно. Расставили их на одинаковом расстоянии от птицы. Рафинад выберет Петр к благополучию. Монета обещает прибавку к зарплате. Зерно клюнет быть годуразмеренным и планомерным. В раздумьях Петр вышагивает по вольеру, а его любопытные соседки рвутся в бой. Пернаты определились с выбором и клюнули монетку. Значит, ждет заводчан в 2017 году финансовое благополучие.